Вот, то есть я могу и так, и так, и не падаю в оморок, когда мне говорят, обо мне говорят либо в мужском, либо в женском роде, в восточном духе про им и ян, да, то, что у нас в каждом есть и мужское, и женское, и черное, и белое, и плохое, и хорошее, как они там живут в этой загнивающей Европе. Вообще, гендер – это очень интимно, это еще более интимно, чем, наверное, разговоры про секс. Всем привет на моем канале, я Дима, я трансгендерный мужчина, я приглашаю вас посмотреть это видеоинтервью с небинарным человеком, андрогинным человеком, Майей, поскольку на этом канале очень много именно о трансгендерности, а о небинарности я знаю слишком мало, вот гость моего канала – Майя. Привет, Майей, представься, пожалуйста, и поговорим с тобой о небинарности. Всем привет, меня зовут Майя Миронова, как я часто представляюсь, некоторые меня действительно называют «Май», такая форма обращения в мужском роде, ну, более короткая и более в некоторых ситуациях удобная. Я писатель вообще, вот, даже некоторые называют меня блогером, ну, а так вообще по образованию инженер, по жизни художник, что-то около того. А, тоже инженер, а на кого как специализацию? Я инженер-конструктор, средство для меня это работа, профессия, не знаю, призвание, долг, но это не средство для обеспечения, увы. К сожалению, ну, может быть, в будущем. Ты называешь себя в мужском роде, и мне интересно, с каких пор это так? Небольшая поправка, я называю себя и в мужском роде, и в женском роде, чаще всего называю себя в мужском роде, особенно в какой-то френдли атмосфере, где я расслабляюсь и могу особо не следить за речью. Вот, я, да, я вот становлюсь таким, словно говоря, мальчиком. Не совсем это корректно звучит, но тем не менее. А вообще, в целом, по жизни, да, поскольку мой гендер по документам женский, и, соответственно, приходится общаться с разными людьми, в том числе по работе, по каким-то там проектам, по бизнес-всяким идеям, часто, удобно и более понятно, чтобы не создавать какой-то напряженности, называть себя в женском роде, и все, как бы, ну, нормально. Меня это не напрягает, у меня не возникает чувство отторжения в этот момент. Вот, то есть я могу и так, и так, и не падаю в оморок, когда мне говорят, обо мне говорят либо в мужском, либо в женском роде. Для меня все, 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 как бы в порядке. И по поводу того, когда это все началось, я могу сказать, что это началось с очень-очень глубокого детства, я не могу припомнить момент, когда это вообще случилось. То есть ты с глубокого детства представлялся и мальчиком, и девочкой, или как? Да, это какая-то такая особенность речи, которая зародилась уже очень-очень давно. Когда-то этого было чуть больше, иногда этого было чуть меньше. То есть, ну, вообще, да, это все родом из детства, вот, и в последние годы действительно оно прижилось и устаканилось совершенно четко, но только потому, что у меня появились определенные знания на этот счет, то есть понимание вообще, откуда. Многие растут, и у меня у самого уже закончились все противоречия, так скажем. Ага. А какие были противоречия? Ну, скажем так, для биполярного мира, да, где существует только женский род и мужской род, не совсем понятно, да, что значит, когда девочка говорит о себе как мальчик, когда мальчик говорит о себе как девочка. Это что-то такое зау-выходящее, что просто ломает мозг. Мы не привыкли думать в таком ключе, но воспитание, да, оно как бы давало о себе знать, и, естественно, какое-то время приходилось бороться с вот этой дуальностью внутри себя. И я действительно понимала, почему это все случилось со мной, зачем это все было. Но постепенно расширяя свои знания, да, расширяя вообще границы представления о мире, я понял, что вообще людей-то их очень много, и они все очень разные, и действительно разным бывает. Вот, и то, что в каждом человеке есть и мужское, и женское, это, наверное, вот первые мысли об этом пришли, когда я изучал восточную философию, и я понял, вот, философия про инь и ян, мужское и женское, добро и зло, белое и черное, и все это намешано в каждом по чуть-чуть и понемногу. Вот, собственно, оттуда у меня началось очень медленное, но очень... Оздоровительное, наверное, да? Степенное, да, какое-то вот познание себя и познание мира. Угу. А ты сказал, что в кругу близких друзей ты больше говоришь о себе от мужского лица, да? И ты становишься мальчиком. Как правило, да, у меня, знаешь, я шучу по этому поводу, что у меня некое раздвоение личности, когда, с одной стороны, я очень интеллигентный май, вот, который ведет себя очень мило, вежливо и всячески покладисто, вот. С другой стороны, иногда во мне просыпается мое альтер-эго, которого я, ну, там, мои зрители в моем блоге, они видели уже эту шутку по поводу гопника Васи, вот, который просыпается, да, во мне. И он в основном, да, естественно, во френдли атмосфере, когда это начинаются какие-то отвязные шутки, вот. И, да, и в основном это какое-то такое вот приближение больше к мужской части меня. То есть я, понимаешь, тут вся сложность состоит в том, чтобы объяснить, что вот этот баланс сил мужского и женского, он не всегда находится на одном уровне, всегда, постоянно. То есть в целом, в среднем, во мне зачастую преобладает какое-то такое вот половинное состояние, да, но иногда во мне действительно мужского больше, вот, я могу себя действительно вести как мужчина, как гопник Вася, вот. Но также есть во мне и женские черты, которые, ну, например, такие очень-очень грубые это, да, то, что женские черты, но, тем не менее, более присущи женской составляющей. Это эмпатия, это умение сострадать, умение описывать вообще вот весь чувственный мир, я его ощущаю как такой женский. И это именно то, что помогает мне как раз и быть писателем, и быть таким, знаешь, достоверным писателем, который о душах и о людях. Вот. И да, этот баланс сил, он не находится в каком-то стагнирующем состоянии, да, он развивается, он меняется в зависимости от настроения, в зависимости от жизненных ситуаций, в зависимости от внутренних моих задач, то есть я тоже могу как-то балансировать на это. Интересно. То есть получается, что твоя мужская часть, это как какая-то определенная роль, так сказать, которая, ты сказал гопник, и ты сказал мальчик. Сколько мальчику лет, мне интересно? Сколько лет гопнику Вася? Мальчик и гопник, это всегда один и тот же человек? Да нет, конечно. Я, это, понимаешь, это все-таки на уровне шутки, и мне сложно конкретизировать, да, вот, по возрасту, по социальному статусу. У меня очень своеобразное чувство юмора, которое они все и всегда понимают. Вот. Мне конкретно сейчас 32 полные года, ну, вот в этом году исполнится 32. Вот. Но за все свои 32-33 года я понял, что возраст это действительно всего лишь цифра, у него нет каких-то привязок. Вот. Когда ты спрашиваешь, сколько лет гопника у Васи души поздно, это скорее такое, знаешь, разухабистое состояние души, когда ты можешь не сдерживаться, да, в эмоциональном плане, в плане общения, в плане коммуникации, да, то есть ты можешь, ты можешь как бы веселиться. А женская часть тебя не может веселиться и должна сдерживаться? О, нет, 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 ты не понял. Женская часть, она вообще, в принципе, не совсем так себя ведет, вот, она, если говорить о том, когда она выходит прям ярко на поверхность, да, я чувствую, что она прям вот преобладает, это, наверное, в общении с моей дочкой, вот, там, да, я становлюсь вот человеком, который больше основывается на каких-то внутренних ощущениях, на каком-то со-чувствовании, да, когда ты пытаешься общаться с ребенком, который еще не умеет разговаривать, вот, вы общаетесь с ним как бы вот на таком чуть ли не телепатическом уровне, мне кажется, что это как раз тот момент, когда подключается женская часть меня, которая умеет заботиться, умеет быть очень размеренным человеком, да, то есть выдерживать какие-то моменты, да, там, трудности, терпеливость, вот это все относится больше к женской части. Мне очень интересно, что ты эти качества обозначаешь женскими, те качества, которые ты сейчас назвал, это вообще качества, присущие взрослому человеку, а качества, это как будто, как, ну, тот ребенок, подросток, подросток, да, да, я понял. Ну, блин, для меня, конечно, и как гендерные разделения, так и эйдж-разделения, это все-таки очень условно, это все равно очень условно, когда ты все равно предстаешь всегда целостной личностью, на самом деле личность, она никуда не уходит, она никак, то есть это, это действительно не альтер-эго, это всего лишь я, да, просто в разных странах. Конечно, мне очень именно интересно, вот что, что ты ощущаешь и вообще, что ощущают небинарные люди, и, конечно, нельзя их всех под одну к ребенку грести, поэтому я разговариваю с тобой конкретно о тебе, поэтому мы спрашиваем тебя, как ты, что ощущаешь, и что для тебя вообще женское, и что мужское, какие роли, как бы, почему ты в какой-то момент говоришь, это женское, поэтому я задаю такие, может быть, на первый взгляд, странные, глупые вопросы там. Они не странные, они очень естественные вопросы, потому что мы привыкли делить, собственно, с чего начинался разговор, делить мир на женское, на мужское, на красивое, некрасивое, на черное, на белое, это очень базово в нас, начинается жизнь каждого человека, когда он, как в старом стихотворении советском, учит, что такое хорошо, а что такое плохо. На самом деле, конечно, все это очень трудно так подразделять, вообще, если говорить про конкретно мой случай, в медицинской практике, так и хочется добавить, вот, то, конечно, безусловно, это история определенной борьбы, в том числе и внутренней. Когда это все вообще началось со мной, то есть с детства, когда ты вообще, вот, я смотрела твое видео про твое детство, и когда ты описывал свое детство, наше детство очень во многом схоже. То есть очень многие моменты, не знаю, процентов на 80 из того, что ты рассказал в своем видео о себе, я, собственно, вспомнил примерно то же самое. Вот. С той лишь разницей, что вот это вот ощущение мальчишества, оно иногда проходило, иногда возникало вновь, иногда проходило, иногда возникало вновь. И как это уничтожить окончательно, я не знал. Хотя были такие попытки, да, их было много. Вот. А с тобой, конечно, старалась моя любимая сестра, вот. Она исключительно из благих целей, вот, учила меня быть девочкой, вот. Вот. Пыталась со мной выбирать какие-то женские вещи. И я понимала, что в какой-то момент мне это даже, может быть, нравится. Да. А потом меня обратно отшвыривала. Все эти пацанские штуки. Но уже становясь взрослым, уже начиная развиваться именно в узкой специализации гендерных отношений, да, когда меня очень плотно заинтересовал этот вопрос. Почему заинтересовал? Потому что я вообще узнала, что есть такие люди, которых называют трансгендерами. Вот. И моя первая мысль, конечно, была, что, ого, а вдруг я из этих самых? Что же мне делать дальше? Как мне дальше жить? Естественно, занялся этим вопросом напрямую. Читал всю доступную информацию. Ну, на тот момент еще я не знала, что такое YouTube. Вот. Ну, что... А когда это было? Это было в возрасте примерно 20 лет. Угу. Вот. Это вот началось оттуда. Все эти корни познаний, постепенно они копились. Я общался с разными людьми. И у меня на тот момент был очень-очень-очень-очень широкий круг общения. Ага. Разные люди разных социальных слоев, культурных слоев, рас, национальности, вероисповеданий. Очень был широкий. Ага. Ага. Вот. И, соответственно, приумножая как-то знания об этом мире, я постепенно понял, что да, я где-то близко, я где-то рядом. Мне просто надо понять вообще вот, вот о чем это все. Угу. И, соответственно, я работал с психологом. Угу. Я общался с различными людьми, проходил различные тесты. То есть вообще история моего признания самому себя, она очень была долгой. Да-да, это часто так. И, наверное, только к годам 30 у меня, наконец, пришло озарение, что нет, я не трансгендер. Угу. Я не трансгендер, и когда многие вот, ну, видят меня, я и внешне часто похож на мужчину, и говорю о себе в мужском роде, многие думают, что я трансгендер. Нет, я не трансгендер, я все-таки не бинарный человек. То есть я человек, который находится где-то посередине вот этого гендерного распределения. И это объяснить, ты, наверное, сейчас удивишься, но еще труднее, чем объяснить, так скажем, простым людям, что такое трансгендерность, то есть не бинарность, это еще сложнее. Как им это объяснить, как им вот это разложить. Если вопрос, если диалог поддерживается, я чувствую, что человек идет на контакт, ему действительно интересно узнать о чем-то, я обычно привожу примеры как раз все в том же восточном духе про инь и ян, да, то, что у нас в каждом есть и мужское, и женское, и черное, и белое, и плохое, и хорошее, и доброе, и злое, и всегда мы немножечко дуальны все, без искусства не мальчики, девочки, молодые или взрослые. Но есть такие люди, в которых вот, ну, как бы в них этого инь и ян насыпали примерно поровну. Ну, почему, может быть, не обязательно говорить, что поровну, это может быть просто как куча, это как какие-то раздельки, если говорить, что есть инь и ян, черное и белое, то может быть там тысяча оттенков серого, и не обязательно... Да, это так можно, просто мне кажется, визуально сочетание черного и белого пополаме, оно как-то приятнее смотрится, чем куча оттенков серого, и тут же все вспоминают мистера Грея. Да-да, я же. Это уедет фантазия не туда. Но, тем не менее, можно, это спектр, я бы смотрел на это как на спектр, и в этом спектре совершенно не обязательно быть в какой-то одной точке, в этом спектре можно находиться в какой-то, в каком-то континууме, который, как какая-то медуза туда-сюда перемещается, может быть. Да, в целом оно так и есть, но я говорю, что если вот первое вообще понимание, каково это, наверное, какая аллегория, она быстрее заходит, быстрее всасывается клетками мозга новому человеку с новой информацией. Людям легче это понять, если они и мыслят в бинарной системе, да. Я вот хотел еще спросить, когда, я так предполагаю, что когда ты находился в поиске себя, так сказать, пытался понять, а не трансгендер ли я, это было довольно, ну, относительно страшно, наверное, какой-то эксистенциальный какой-то, да, вопрос такой, что кто я вообще, что делать? И в какой-то момент или в какой-то период времени, может быть, с помощью работы с психологом, ты пришел к выводу и заключению, по крайней мере, на сейчас, на тот период времени, в котором ты находишься, что тебе сейчас вот так комфортно и хорошо, и ты уже больше не ищешь себя, ты как бы знаешь, вот ты, ты такой, ты такой, ты иногда и такой, и такой. С ребенком ты имеешь вот такие-то, такие-то качества, ты их называешь женскими, с друзьями ты проявляешь качества, которые ты называешь гопнические, подростковые, вот, и тебе с этим хорошо, да. То есть, получается, ты пришел к какому-то к себе, ты нашел себя, обрел себя, и это, кстати, офигенно. Ну, конечно. Это, наверное, ощущается очень круто. Да, это очень круто ощущается, это ощущение только я, вообще все, кто меня знает. Безусловно, момент, момент решения, наконец-то, кто же я, он, во-первых, он не был очень, я говорю, он был очень длительный, он был растянут по внутренним ощущениям, и разные люди были в эти разные периоды. Но когда, наконец-то, ты понимаешь, что, да вот, кажется, вот оно, вот это вот про меня, вот это про меня, о, да вот я такой, оказывается. Да, да. Отпустило очень много вопросов. Да, да, да. Это замечательно. Я тоже, например, рассматриваю свой переход как процесс, и этот процесс, наверное, над длиной в жизнь. Вот, хотя он у меня, по идее, из женского в мужское, но на самом деле у меня была довольно долгая фаза, период в жизни, когда я себя воспринимал, скорее, как небинарным. С одной стороны, может быть, потому что я не очень-то верил, что из меня получится такой мужчина, который у меня, в моем представлении, которым я должен являться. С другой стороны, может быть, меня пугала трансгендерность, пугал вообще переход, и мне казалось, а может быть, все нормально и так. И, может быть, вот эти качества женские и мужские, которые я в себе нахожу, могут просто в разных ситуациях существовать, и сосуществовать, без того, чтобы одно другое как-то пыталось изжить из меня. Тоже такое своего рода раздвоение личности. И я думаю, что это совершенно нормально, совершенно для всех, кто решает делать переход, кто решает не делать переход, осознавать, что это все процесс, и не обязательно в какой-то момент сказать, что все, я закончил с этим всем, окончил. Так нет, это как невозможно остановить развитие личности, личность развивается, обретаются новые знания, в том числе и о себе, в том числе и о мире, не знаю, появляются новые возможности, окружение. То есть все меняется, да, жизнь, она не стоит на месте. Для меня вообще состояние на месте — это плохо. Ага, да. Все время двигаться. Поэтому, ну, я понимаю, к чему ты клонишь, но на данный момент вот так. И поскольку у меня вообще все начиналось с того, что я очень долго пытался отыскать из себя как раз трансгендерность и понять вообще, да или нет, вот. И да, я очень обрадовался, что ты, честно говоря, потому что я понимаю, что у меня есть довольно много различных людей трансгендерных, как и ФТМ, так и МТФ, вот. И некоторые из них приняли решение, осознавая, что они трансгендеры, не делать переход. И не сказать, что им как бы гораздо легче, чем тем, кто решился на переход. Почему не решаются? Это понятно, что их решение, его тоже надо уважать. Не решаются по различным проблемам, в том числе, в конце концов, финансовым, да. Мы же все понимаем, что это как бы деньги, не у всех они есть. Но и жить с осознанием того, что... А внутри-то оно все по-другому, чем снаружи. И каждый день соглашаться с тем, что видишь в зеркале, это очень грустно. Вот это очень хороший момент. И я тебя хотела как раз спросить, как ты ощущаешь свое тело? Что ты ощущаешь, вот ты смотришь в зеркало, кого ты видишь во сне, если ты себя представляешь? Что у тебя за восприятие себя именно в телесном смысле? Про сны можно, я не буду отвечать. Можно. Ну ладно. На самом деле, большинство снов, которые я вижу, я вижу себя мужчиной. Можно сказать, 50 на 50, но я не проводил статистику. Мне кажется, все-таки больше, чем 50%. Не всегда, не 100, абсолютно точно, но по большей части. Я себя вижу мужчиной во сне, да. Почему, не знаю. И вообще, я в принципе очень много снов вижу, где я не вижу себя. Не знаю, в каком ли тебе такое явление, но когда ты просто смотришь фильм. Да-да, со стороны просто. Но иногда есть или часто есть во сне именно такое осознание, чувство себя, кто я. Я предполагаю, что у цис-людей этого почти нет. Они потому что просто не думают. Я — это я, и все. Конкретно про себя могу сказать у меня нет. У меня такого нет. Чего нет? Если говорить о том, мы про сны или про жизнь. Потому что во сне, как правило, я тебе, ну, еще раз говорю, да, как правило, во сне, либо мужчина, либо женщина, как правило, либо очень много снов, где вообще меня нет. Это как я смотрю фильм. Вот. Если говорить про жизнь, я знаю, что мне некомфортно и девочкой себя называть, и мальчиком себя называть. Что мне некомфортно? Я применяю, опять же, если мне позволяет атмосфера, если мне позволяет мое положение, так скажем, да, то есть я не чувствую никакой враждебности, я понимаю, что я могу говорить открыто. Я, как правило, называю себя андрогином. То есть красивое греческое слово, которое мне очень нравится. Андрогиня с полу — это вот люди, которые вот как раз, это как раз про небинарность. Мне не нравится название небинарность. Оно какое-то странное, длинное, странное, с приставкой «не». То есть что-то отрицающее. Мне не нравится название «третий пол», хотя это тоже так говорят. То есть это все вроде как одно и то же название, но если говорить, как я сам себя характеризую, я говорю «андрогин». Ни мальчина, ни девочка, ни мужчина, ни женщина. Кто-то вот такой вот. Хорошо. Пол инклюзив. Да, да, отлично. Спасибо, кстати. Потому что мне тоже, ну, хотелось бы знать вообще, как человек, который не хочет, чтобы он был где-то в одной из ячеек, как он хочет, чтобы его называли, к нему обращались. Вот, значит, андрогин тебе, например, комфортный. Знаете, вот глагольных всех этих окончаний гендерных, это я уже говорила в самом начале, мне абсолютно все равно, меня не корежат. Никогда меня называют в женском роде, никогда меня называют в мужском роде. Абсолютно спокойно. Не падаю. Как насчет зеркала? Вот ты смотришь в зеркало, комфортно, все нормально, не дисфорит. Вот ты видишь андрогина, и тебе хорошо. Или ты иногда одеваешься, там, по-женски, и тоже красиво, хорошо. Или четко по-мужски, красиво, хорошо. Очень редко сейчас одеваюсь по-женски. У меня есть в гардеробе женские вещи. Иногда для этого создаются какие-то определенные условия. Это, допустим, какая-то, может быть, встреча, бизнес-встреча. Вот, или эта встреча в неблагополучной обстановке. Это я вот, ну, неблагополучно. Мы в елочке заключаем, вот, чтобы понимать, что это не в смысле я иду на стрелку и собираюсь там кому-нибудь морду пить, а в смысле та ситуация, когда нельзя быть совсем совершенно открытым, и условия требуют какого-то женского костюма. Меня не передергивает от этого, потому что я научился замечать те женские вещи, которые мне идут, и не выглядят на мне, как на просторелом трансвистите. Вот, то есть, как бы, я не пугаюсь этого вида в зеркале. Но особенности моей фигуры таковы, и тот спорт, которым я занимаюсь, таков, что мое тело больше приобретает мужские очертания. У меня широкая грудная клетка, у меня широкие достаточно для девушки, широкие плечи. У меня достаточно накаченные руки. И, ну, можно представить, да, что если там в сарафанчике будет торчать бицуха, это будет несколько странно, да? Декольте, да, и такие плечи. Ну, да. А каким спортом ты занимаешься? Ну, в данный момент, к сожалению, я занимаюсь только, ну, так скажем, тяжелой атлетикой, фитнес. Я получила травму очень сильную. К сожалению, не могу вернуться в тот спорт, в который я хочу вернуться. А до этого я, соответственно, достаточно долго занимался ММА. Это то, что называют бои без правил. Ну, на самом деле, это бои без правил, но это, ну, как бы, клеточные бои. Окей. Я получила травму достаточно сильную. Во время этого спорта? Да, и это мне не позволяет туда вернуться. Блин. Вот мы поговорили о теле, и мы говорили частично о социуме. Если бы ты оказался на необитаемом острове? Да нет. Кем бы ты был? Это почти как сон, наверное. Да, один. А какая уже разница, кто там, если я один? Ну, это примерно как сон, на мой взгляд. Это твой мир. Это мир, который ты себе создаешь. Давай так. Если бы я мог при рождении выбрать свой гендер, наверное, ты больше об этом хотел спросить, кого бы я выбрал? Ну, не знаю, можно ли так спросить, но хорошо. Потому что все-таки, когда ты вообще один, да какая разница, как тебя зовут, как складывается твоя личность, ты самая счастливая. Мой вопрос не, кто ты мальчик или девочка. Мой вопрос, кто ты. У тебя есть выбор всего, из всего, не из двух полов. Потому что, когда ты спрашиваешь, когда ты родился, кем ты стал, стал бы выбор. Тогда выбор из двух как будто, да? Поэтому я тебе даю выбор весь, абсолютно весь спектр. Нет, я понял твой вопрос. Я просто пытаюсь пояснить, что в контексте необитаемого острова ты как бы пофиг, чего там выбирать. Нет мотивации. Нет энергообмена. Да, я согласен. Если говорить все-таки, что социум есть, но я имею право выбирать, это немножечко, наверное, для меня, по крайней мере, это немножко другой контекст. Это немножко другое. Да. Если говорить о том, что бы я выбрал, если бы выбирал осознанно, наверное, даже не наверное, а уже скорее уж точно, я бы выбрал быть мужчиной. По многим причинам, по многим параметрам. В том числе, потому что есть социум, в котором я живу сейчас, и если говорить в его контексте, я понимаю, я понимаю, что в каких-то ситуациях это было бы, грубо говоря, проще. А если говорить про идеальные условия питания, то есть там, где люди толерантны, не возникают никаких проблем, не нужны какие-то объяснения дополнительные, я остался бы тем, кем я являюсь сейчас, андрогинным человеком, потому что мне нравится это сочетание. Я даже тебе более скажу, что у меня есть, когда, да, есть такое вот состояние фантазии, вот я осознаю себя полностью мужчиной, и вот я осознаю себя полностью женщиной, что я теряю при этом. Я определенно что-то потеряю. Я это понимаю. Хотя не хочется делить качества, подвязывать их на гендер, но я понимаю, что, ну, нет, все равно это тянет за собой определенные моменты, и я уверен, что родись я мужчиной, я бы, скорее всего, не был таким, какой я есть сейчас. И если бы я родился женщиной, которая осознает себя полностью женщиной, в которой нет этого мальчишеского, ну, или есть, ну, прям совсем минимально, то тоже что-то потерял из того, что я имею сейчас. Вот. И я могу сказать, что это сочетание, вот эта дуальность, она мне, наоборот, нравится. Чувствую, что это помогает мне, как в жизни добиваться каких-то целей, ставить их, строить, идти к ним, понимать определенные процессы. Да, у меня все-таки мозг работает как у человека, который... все-таки инженерный мозг у меня, слава тебе, господи. Вот. Но при этом я могу быть писателем, я могу быть художником, я могу быть поэтом, я могу быть человеком, который ощущает эти тонкие материи. Ну, то есть, я знаю, что, безусловно, есть женщины-поэтессы, есть женщины-писатели, но... Надеюсь, они не посмотрят этот эфир. То, что пишу я, качественно отличается от того, что пишут женщины. Извините, я сделала себе комплимент. Нет, я считаю, ничего ужасного нет там, что... Если ты делаешь себе комплименты, я думаю, что есть огромное количество и мужчин-писателей, и женщин-писателей, и... Это так же, как и говорить, что это качество женское, это качество мужское. Я думаю, что любой человек будет писать все равно как-то по-своему, и у него будут и те нотки, и другие нотки. Да. А касательно этого острова необитаемого, я потому этот вопрос задал, потому что лично я считаю, что если бы у нас была бы какая-то телепатическая возможность передавать, сигнализировать другим людям, кто мы, и это не обязательно только М или Ж, это то, что люди привыкли видеть внешне, а это что-то намного больше, то я предполагаю, что в этом мире не было бы трансгендеров, которые делают переход вообще. Это мое предположение, но, наверное, наверняка многие со мной не согласятся, но я думаю, что если бы я телепатически мог передать любому моему оппоненту, то есть по всему социуму, что я мужчина, и ко мне так нужно обращаться, и меня так определенно нужно видеть, и они сразу моментально меня так видят, тогда бы не было перехода. Но это уже фантастическое представление. Слушай, но я с тобой могу согласиться, но только с той оговоркой, что в этом идеальном мире с телепатами люди вообще всю визуализацию, такую, какую есть сейчас, на физическом уровне, контакт визуализацию с телепатами и мозга, вообще он практически будет отсутствовать. Да, наверное. Наверное. вот, потому что, когда я говорю, да, о том, что я выбираю себе определенную одежду, я выбираю себе определенную обувь, прическу, украшения, не знаю, еще что-то, типа аксессуаров, я больше говорю не про мужское и женское, я говорю про эстетику. Да. А я как бы эстет, я очень люблю красивые вещи, я, может, не самый большой шмоточник в мире, но меня притягивают приятные, интересные, эстетичные, практичные вещи, которыми мне хочется обладать, которыми мне идут. Я не виноват, что очень многие из них мужские, ну, по крайней мере, продаются в мужских отделах. Есть и унисекс вещи, но есть, конечно, однозначно мужские. Благодаря мне они становятся унисексовыми, да. Это тоже. Скажи, чтобы ты, как сказать, как ты думаешь, ведь есть много людей, которые вот думают, блин, может быть, я трансгендер, может быть, мне нужен переход. С другой стороны, они боятся как раз того, о чем ты говорила. Вдруг я потеряю что-то, мне много есть чего терять, и я не знаю, что я вообще обрету, смогу ли я вообще жить в этом новом гендере и с этими новыми телесными изменениями. Как ты думаешь, что можно посоветовать человеку, который вот так колеблется и не знает? Не стоит ли вот остаться, остаться в этой андрогинности? Я понял твой вопрос. Вообще, поиск себя, это очень увлекательно и очень страшно одновременно. И, наверное, любой человек, который занимается своей жизнью, а не просто полет по течению, согласится со мной, что сам процесс вообще построения себя, построения как личности, мы говорим не только о гендерном самоопределении, мы вообще говорим о профессиональном, о духовном. Любой поиск себя, это и увлекательно, и страшно. И когда речь заходит о настолько тонких, интимных настройках, как гендер, вообще гендер это очень интимно, это еще более интимно, чем, наверное, разговоры про секс, ну, по крайней мере, для меня. Вот. Я понимаю, что о советах тут не может идти речь. не может идти речь только о расширении вообще своего кругозора, своего представления, осознанной проработки тех или иных моментов внутри себя. А советовать практически невозможно. Я бы сказала, что вообще в любой непонятной ситуации хорошо бы поговорить с тем, кто в этом разбирается. То есть вообще есть и психологи, которые специализируются на вопросах гендера, есть допустим, люди, которые сами проходили, да, ты подобной практикой вообще занимаешься. То есть неплохо бы пообщаться с теми, кто не только бульварные газеты почитывает, но и... Это в любом случае. Представление о бухом совершенно серьезное, можно даже я бы сказала научное, обоснованное. Потому что вообще в моей жизни среди моих знакомых встречались люди, которые были убеждены, что они трансгендерами, когда ты общаешься с ними, ты понимаешь, что они ни хрена не трансгендеры. А что значит, что они были убеждены, что они трансгендеры? Ну вот были убеждены и собирались даже делать переход. По каким-то причинам не случилось, и ты понимаешь, что и слава Богу, потому что все-таки это такая вещь длительная, травматичная во многих планах, и она должна происходить исключительно осознанно. И потом человек, уже выросший, как бы сам уже понимает, что а, нет, мне это не нужно было. Вот он где-то слышал звон, не понял, где он, и решил такой, блин, классно было бы быть мужиком, у меня бы вообще все проблемы решились. Ну это, это да, это очень опасное мышление, на самом деле. Классное, я его встречала неоднократно. Окей. Вот, и слава Богу, что ничего этого не происходило, потому что, ну, все-таки вопросы серьезные. Это не то, что пупок проколоть или не проколоть. Конечно. И то, пупок проколешь, потом вынешь пирсинг, и все, но дырочка останется. А тут больше, чем дырочка. Да нет, оно там еще зарастает, это не страшно, но переход, это посерьезнее, чем дырочка. Переход, это очень серьезно, и нужно это очень осознанно. Подходить к этому вопросу очень осознанно, и разговаривать как можно с большим количеством людей, которым, правда, можно в этом вопросе доверять, а не просто бульвар, газетная читация или того же интернета. Интернет это и хорошо, и не очень. То есть такая информация. Майя, спасибо тебе большое. Я думаю, я многое сейчас как-то от тебя еще узнал и услышал очень интересного. Я надеюсь, что мои зрители тоже увидели где-то частичку себя или как-то что-то узнали о себе, ответили на какие-то свои внутренние вопросы. Я считаю, что здорово, что ты есть, и здорово, что ты открыто говоришь о себе и о своем самовосприятии. Побольше бы еще было таких людей, потому что наш мир, мне кажется, нуждается в... В многообразии. Открыл, да, в разнообразии. Нужно бы открывать свои границы. Зачем же так ограничиваться на М и Ж? Я думаю, что постепенно так и будет происходить. Будет происходить развитие и человечества, и его постепенное повышение культуры, повышение осознанности, что тоже очень важно вообще в понимании, кто ты есть. Это осознанность. Она тоже растет не просто так, а именно из среды, из среды обитания, из того, что человек может впитывать. Поэтому, да, безусловно, цивилизация будет расти, знания о мире, о людях, о себе, у человечества будут расти. Я думаю, что открыто будет больше. А вот ты не думаешь, например, если у нас в книжках везде будет написано, что есть мальчики, есть девочки, есть гендеры, есть андрогины и так далее, что из-за этого появится намного больше людей, которые захотят менять пол. Да, да, да. Я тебе что-то подобное задавала вопрос на эфире, который был у меня в Инстаграме. И мне очень понравилось, как ты ответил, так что я практически слежу твой ответ. Окей, давай. Что на самом деле, конечно, не станет больше, просто станет больше тех людей, которые начнут это понимать и принимать. То есть реальная статистика практически не меняется никогда, вне зависимости от времени, от страны. Реальная, да. Да, реальная статистика. Вдарение на реальное, это очень важно. Вот. Что касается самоощущения и самосознания, да, будет, конечно, меняться. Люди по-другому будут воспринимать и себя, и окружающих людей, безусловно. Если вот информированность повысится. Дело в том, что вот на данный момент то, что я вижу про информированность, это скорее, знаешь, тут урвал кусок, тут урвал кусок. Что-то там по верхам настрочил, из-за этого все вот так вот слепил. Да, да. Мой любимый телеканал, не буду называть его в эфире, на котором показывают про страшную Европу, вот, в которой люди какие-то ужасные вообще вещи, как они там живут в этой загнивающей Европе, вот, а мы вот молодцы. Красный Запад. Или где-то у нас смотрятся, вот, и у них не то, что не расширяется кругозор, он у них вообще... У них появляется туннельный взгляд только. Да. Майя, большое спасибо тебе за это интервью. Если у зрителей есть еще вопросы, пожалуйста, пишите. Подписывайтесь на оба инстаграма Майи Мироновой, и я их спешу. Вот, задавайте вопросы и всем спасибо за просмотр и до следующего раза. Пока. 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 Пока.